привет друзья это команда спектр оптик на крупнейшей отраслевой европейской выставки его 2024 в этом году юбилейная 50 выставка и вас ждет впереди обзор крутых новинок не пропустите пойдемте друзья очень интересное решение нашел новое для себя mo power у них конечно есть отдельное направление посмотрите скоро охота превратится какой-то компьютерная игру похоже но мы тут не за этим посмотрите интересное решение по сошкам карбоновые сошки довольно легкие по весу но никаких люфтов абсолютно фиксируется в любом положении назад вперед регулировки во всех осях есть плавная пожалуйста вот качалка поворот по горизонту есть и посмотрите какое интересное решение как их быстро можно поставить боевое положение и также быстро снять при этом есть повторюсь все регулировки и для себя еще не видел такого решения посмотрите вместо бипода трипод стрелковый для оружия точно также есть регулировки можно жестко зажать для того чтобы было вращение только в горизонте можно плавно регулировать поставить можно опять-таки любую высоту любое положение тоже может быть надо было бы проверить устойчивость при стрельбе этого решения мне кажется довольно 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 устойчивое положение было бы интересно их протестировать очень интересный стенд простое устройство которое позволяет сэкономить кучу времени стенд для проверки цены клика прицела смотришь внутрь там коллиматор крутишь барабан горизонтальный или вертикальный считаешь клики и четко видишь четко видишь на какое расстояние смещается сетка для демонстрации обязательно приобретем себе в магазин скоро у нас это будет сможете проверить свои прицелы мы на стенде вектор оптикс это ведущий китайский производитель дневной оптики самое лучшее решение это именно у них и самое надежное огромный ассортимент под любые задачи диаметр линзы и барабанов сетки кратность каждый найдет для себя подходящее решение качество проверено не только охотниками а и спортсменами особенно серия континенталь это и топовая серия не превзойденное качество механики и оптики за ну в этом бюджете в этом бюджете вне конкуренции понравилась их новинка коллиматор с магнифером поле зрения края не мылит хорошо настраиваемая сетка магнифер трехкратный очень интересное решение для пинболистов и скил флэши точно не повредите свою оптику друзья ну и всеми любимый пульсар из новинок хотелось бы отметить ну скажем термион на тысячные матрицы то наверное первый из доступных доступных прицелов на тысячные матрицы до этого был айрей но там с бюджетом конским там под 18 тысяч долларов неадекватно при цене около 7000 евро а то и ниже вполне доступный для тысячной матрицы замечу на рынке прибор с достойнейшей картинкой ну и остальным функционалом которые есть у остальных термионов от пульсар то есть автобаллистика картинка в картинке много-много чего индивидуально настраиваемого и еще один прибор хотелось бы показать вот это собственно мультиспектральный прибор от пульсара до nxp то есть мы имеем цифровой канал и тепловизионный тепловизионной с кратностью 30 и цифровой канал с дополнительной подсветкой то есть мы не сравниваем с термионом дуа который в принципе для ночи не предназначен это прибор конкретно для трофейщиков для ночной охоты то есть прибор который позволяет и обнаружить зверя и четко идентифицировать не только зверя но и его трофейные качества рога у косули и у оленя скоро будет представлен продажа ищем самое лучшее решение по фото ловушкам возьмем несколько разных брендов на тесты проверим посмотрим что из этого лучше предложить для вас получше цене потому что я сам активно пользуюсь фото ловушками понимаю очень их полезность для охотника очень интересных решений но все это надо тестировать мы ничего не проверяем не продаем вам не предлагаем не проверив это сами тщательно а как правило еще и до работав с производителем так что ждите от нас еще интересного предложения по фото ловушкам у нас в магазине представлено в целом мало низкобюджетных тепловизоров сейчас мы находимся на этапе выбора тестируем тестируем всех производителей подробно тестируем для того чтобы выбрать лучший бренд который будет подходить для всех вас сейчас мы на стенде компании пар побежать и показать и старые модели и новинки летом будут доступны продажи леопард новая модель монокуляра посмотрите насколько компактный без проблем помещается в карман при этом питание 18650 аккумулятора то есть дешевый доступный и имеющийся в арсенале у любого охотника неплохой картинкой все идут по пути пульсара и пытаются повторить его успех в том числе делая бинокли очень востребованы я сам стараюсь пользоваться только биноклем намного комфортнее для глаз тоже летом когда они выйдут уже в продажу будет подробный тест от нас новая модель это оцелот тоже будет представлена летом также питание 18650 улучшенные характеристики и самое главное теперь парт работает на собственной матрице за счет этого они улучшили характеристики теперь чувствительность меньше 20 менее 20 мили кельвинов это очень хороший показатель но опять-таки этот показатель надо проверять поля и теперь мы на стенде нашей любимой компании в сфере тепловизионной техники это термтек они уверенно становятся лидером лидером мнений лидером решений несколько новинок хотел бы показать вроде как самая легкая на рынке всего лишь 400 грамм она весит у них была своя линия сенсоров в индустриальных приборах использовала сейчас они ее обновили и теперь в охотничьих приборах также они используют уже на новых моделях свои собственные матрицы эти матрицы с более высокой чувствительностью если раньше чувствительность была менее 25 сейчас чувствительность менее 18 мили кельвинов русановские адаптеры конечно лучшее решение на рынке и давайте покажем вам новый монокуляр итак пока в дополнение к циклопу а скоро и на смену к циклопу придет новый монокуляр это wild смотрите он стал более компактным лучшее качество покрытия регулировка диоптрины изменилась стала более надежной и удобной из важного смотрите теперь можно одной рукой оперировать вот это смена фокуса то есть теперь нам очень удобно дорабатывать фокусом не надо отдельно левой рукой это крутить лазерный дальномер дальномера очень хорошего качества по крайней мере я сужу по серии прицелов видар которым сам очень активно пользуюсь еще важной доработкой является теперь у нас аккумулятор сменный при этом автономность осталась на очень высоком уровне в зависимости от модели от 8 до 10 часов на одном 18650 аккумуляторе который здесь у каждого охотника то есть очень интересное решение покорит рынок смотрите ремень крепится в двух вариантах либо вертикально либо я рекомендую все таки его точка крепления его горизонтально на шее носить горизонтально на шее при ходьбе он меньше качается и меньше осадков и мусора у вас попадает на дисплей и дисплей вас не демаскирует когда дисплей висит вертикально ваше лицо подсвечивается так вас ничто не демаскирует скоро у нас продажа мы на стенде компании ZIGZAO очень интересная модель хотел бы показать их в принципе две ZULU 6-10-30 и 20-42 бинокль с оптической стабилизацией если в классическом бинокле больше десяти крат не имеет смысла брать оптику из-за тремора в руках вы не можете разглядеть детали вот это двадцатикратный бинокль вот прямо даже здесь на выставке проверяю смотрим картинка дрожит смазывается включили стабилизацию все замирает все замирает отличная четкость на двадцати кратах даже с небольшой относительно линзой очень очень интересное решение рекомендую протестировать как минимум для меня было открытие никогда не использовал бинокль с стабилизацией относился к этому скептически сейчас захотелось потестировать в реальных условиях такую игрушку и еще один молодой но очень заслуживающий внимание бренд это NNPO уже о нем много наслышан сейчас протестировал на выставке неплохая картинка нету задержки изображения но ждем образцы для тестирования полноценного в условиях дикой природы после этого дам вам свой отзыв обязательно но так на первый взгляд очень понравился этот продукт будем его тестировать есть монокуляры небольшие компактные прицелы форм-фактор очень удобный питание 18650 дешевое распространенное тюбы не рассматриваю кто-то их любит я сам скажем хочется продавать тот продукт который готов покупать сам прицелы на трубе в ней не очень заходят хотя и тем же термионом много пользовался но вот эти компактные форматы по мне намного интереснее так что ждите обзора кстати друзья хотел бы услышать ваше мнение насчет прицелов на трубе формата термиона классического дневного прицела как вы к этому относитесь нравится ли это вам хотелось бы получить за вас обратную связь ваше мнение ваше мнение ваше мнение доброе